Ребят, всем привет! Это Санта. Играть сегодня будем два зум-стола, один рек-стол. Вообще, в последнее время что-то зум мне поднадоел. Я стал больше подключать рек-столов. Но сегодня там просто куча народа в очереди. В принципе, как обычно, за столы довольно тяжело сесть. Тут собрали неплохой столик вроде бы. По всей видимости, это два слабых игрока. Я их только что разметил. Просто оба сидят с неполным стеком. Не докупаются. Но это не точно. Просто пока пометил так. Вот. В предыдущем видео писали, что какие-то проблемы со звуком. Не знаю, я полазил в настройках. Что-то там поменял. Но здесь уравняется за то, что BFISH предположительно слабый игрок. Но на самом деле в прошлом видео я не увидел никаких проблем со звуком. Возможно в общем напишите в комментариях, как качество звука хорошо, плохо меня слышит. Что конкретно мешает. Я не буду, наверное, с двумя бэкдорами и с оверкартами здесь бетить. Просто чекну такую толпу. В общем, ладно. Поехали к зуму еще. Просто сдаемся. Субтитры создавал DimaTorzok тут 9 стандартно ставлю цеблок небольшого размера. У меня будут в такую текстуру и большие сайзы. Как с вэлли руками, так и с блефами. Просто по идее на той текстуре оппонент должен чуть больше, чем ну, фолдить, чем нужно. Там треть пота будет довольно прибыльной ставкой. Так как, ну, скажем, у оппонента 6-8 какие-то там, блин, черви 7-8 разномастные и так далее. Эти руки, они будут фолдить ну, в принципе, на любую ставку. Зачем нужна большая ставка? Что когда у нас вэлли руки мы хотим собирать больше вэлли. Ну, обычно после небольшой ставки идет довольно крупная смотря какая карта здесь будет выходить когда-то будут чеки. Ну, вообще ЦБ не то чтобы 100%, но, я думаю, процентов 70 ЦБ у меня в такую текстуру будет. Может быть, даже больше. Это одно. Почему так происходит? Потому что обычно ББ против Балтона 3-бетит какие-то как раз руки с Бродвея типа 10 валет Туз валет Король валет ну, мастевые разномастные уже подкалывают кто-то 3-бетит я тоже часть 3-бетчу Король дам разномастных поэтому здесь, в принципе, фаллдок будет достаточно. Я тоже знаю, что я чуть больше фаллжу, чем нужно на таких текстурах но это нормально. Гетшот мы блочим пары да, и тут я, наверное, тоже буду делать сразу большую ставку хотя бы их оппонентов да, все же я сделаю большую ставку опять же, часть рук будет здесь в чеке даже, наверное, большинство таких рук как 6-7 бэкдорные будут в чеке для чего делать большую ставку мы хотим оказать давление на X-руки чтобы они сразу сфолдили мы хотим ну, блочим какие-то руки как раз которые могут быть 6-7 8-8 уже в части часть в 3-бете будет так опять же в 2-х оппонентов я не уверен что нужно здесь бетить туз 5 5-6 все эти руки могут быть чек да, где будет таймбан кончаться я буду просто открывать новый стол отлично закрывается на стрит ну, о флухаусах я особо здесь не переживаю да, есть какая-то часть флухаусов опять же их немного 9-ок на ББ опять я не могу говорить здесь точно потому что это неизвестные опы что у них там может быть я здесь рейзить конечно буду 5-6 разномастные снэп колл был я думаю что возможно мало паразит так я не понял я на ББ нашел тут 10 текстура здесь у нас уже нет преимущества перед оппонентом и часть этих рук можно в принципе увести в бет небольшой парандомайзер так в процентах 10 бет сейчас чек как раз таки много рук я здесь буду вводить в чек потому что будут приходить вот такие карты валет шестерка восьмерка все эти руки ну все эти карты испортят на большем ну это здесь спокойно чек если он бетнет я буду сдаваться даже допер не забирал возможно оппидит какие-то статы у меня скажем по рейзам здесь две трети пота идет 60% я выкину свой гатшот без бакдоров даже наверное с восьмеркой кресть я бы здесь уже фолдил с уалетом отколил опять же две трети диспозиции девятка закрывает валет даму так 6 я залимпил и буду играть чек кол семерки еще раз чек ну здесь мы можем либо получить фолд либо от полюб сами себя так мы получим ставку в блеф сыграть чек кол тус 6 опять же чек кол можно сыграть мы здесь ничего не выбьем оппонент также может блефовать у нас куча аутов стрит флэш дро дамасим там ну мне нравится как он сыграл чек но флоп небольшую ставку терную пари здесь уже скринь нет добора ну да ничего добирать так секунду сейчас поставлю на паузу ну а там семерками посмотрим стабл оппонента не надо это раздать просто на этой текстуре у нас уже нет преимущества перед кол кол оппонента и много рук нужно вводить в чек во-первых семерки здесь не будут не будут волюбетом ну вот мы так и играем что в этим чек флоп чек терн так же я буду делать с какими-то и овер парами и топ парами суть такая что да мы передаем инициативу и оппонент скажем с теми же восьмерками когда у нас туз валет он может чекнуть флоп бетнуть терн небольшую ставку и ревер чек чек сыграть но причина в том что у нас здесь уже провал по эфити поэтому много чеков не сто процентов чеков здесь будет но они будут и много король семья выкинул но панель пока оппонент показывал что 12 процентов всего панель не показатель конечно на такую маленькую выборку но все же он открывается 3бб четверочки оппонент не сквизил пока ни разу я уровня не буду лишних денег вкладывать флот просто вполне могут быть какие-то опять же семерки восьмерки которые бетят не знаю не знаю не знаю это может быть но это не знаю Ну девятки слишком сильная рука Чтобы выкидывать Буду играть кол Стандартный кол флоп Из блефов у нас закрылись Туз 4 Тут я тоже кол Я практически без 5 бетов играю Да я наверное здесь буду сдаваться с девятками Возможно оппонента здесь нет десяток Но есть валеты Дамы, короли, тузы Это 24 комбы Так окей Тузы возможно на этом борде не ставить Валеты, дамы, короли 18 Из блеф рук туз 2 2 туз 4 Но тут куча просто вайдов и мне надо сдаваться Тузы просто кол Если оп сейчас чекнет, я тоже чекну Потому что он закушает меня Потому что нет рук, которые мы кушаем А у короли просто кулер Если бы он чекнул Я тоже чекнул Не всегда опять же эти руки Вообще много там По рандомайзеру играю Ну рук с плечу там И здесь бы я чекнул по какой причине Потому что Ну в пушить Карта терна в принципе такая нейтральная И если я пушу У меня здесь практически нет блефов То есть что я здесь буду превращать в блеф, дамы, король Какие-то мастевые Четыре комбы Ну такое С ними можно сыграть чек терн И пушнуть ривер Туз валет Но нет, так я не буду играть десятки Тоже так не буду играть Поэтому я бы чекал Здесь тоже много Но я просто не могу придумать какие-то блефы Да, там что-нибудь в голову стрельнет Я могу, конечно, здесь запихать Король, дамы какие-то в масте Но, опять же Мне не нравится, когда я так играю Но Я могу это сделать Проще чекнуть терн Защитить свой диапазон чека И пушнуть ривер Опять же, когда мы пушим даму король Тежим Мы здесь выбиваем руку Туз король Вот, окей Когда мы сыграем чек-чек терн Пушим ривер Туз король Некоторые лопы еще могут отхолить Туз 7-6 Из бэкдоров Я же по рандомайзеру И здесь сделаю большой бет Но преимущественно у меня здесь будут Маленьких бетов Трейпотов Рандомайзер у меня вот стоит 88, 56, 48 Это рандомайзер В правом верхнем углу Кажется у стола Кажется у меня здесь будет Дочекили здесь в троих опов И вообще нет никакой возможности выиграть Я бет Но попробую забрать этот банк Я бы так спокойно играл Какой-нибудь 10х руку Ну, 10х руку я, конечно, никогда не выдавлю Ну, возможно, у кого-то даже АХ не выдавлю Но у меня здесь будет очень мало блефов 5-6 Это не из моего рандома Ну, одна из рук внизу ранджа Которая Никак не выиграет Уже нашел даун И надо ее глифовать Хотя здесь Ставка в 65% Не будет, наверное, нести такой прибыли Конкретно, ну, с 5-6 Возможно, этот кол будет около там нулевым Или, может быть, слабым минусовым Так же сложно проверить Пота на троих Так редко Ну, во-первых, здесь мне нужно Чтобы пот был, когда мы на троих И мы еще прочекали до ривера Все То есть я там хотел оказать давление на АХ руки И на пары Но, возможно, кто-то из слабых игроков Бо не выкинул бы Не АХ Но вот этому тяжело Здесь за спиной еще два оппонента Оппонента большой С 3бет 31% Я просто хотел сыграть эту руку Лип кол Это слабый игрок Но помечен у меня как слабый Двухстороннее Стрит-дро Куча всяких гетшотов Куча ОСД Тут дама Наверное, я 70% Сразу будет Ставлю Бэт пот Но оппонент не выкинет здесь пару На рейс фолк, конечно Вообще, можно было бы и чекнуть эту руку Восьмерка Восьмерка Да Наверное, эту руку надо будет чекать Десятка В принципе, десятка неплохая карта Просто в пушу То есть туздаму В зуме точно туздаму никто не выкинет Я не знаю, как за рек Сталарин Ну, типа, что вот это за игрок Я не знаю Видно, что рек Не то, что никто не выкинет Нельзя так говорить Никто не выкинет Но очень много оппонентов Кто не выкинет здесь туздаму Кто-то даже тузкороль может не выкинуть Ну, вот валет В принципе, валет Здесь ничем не отличается Тузкороль, тузкороль даже лучше Ну, я сейчас не понимаю Да, валеты С валетом червей Типа, блочит флэш Ну, окей Да, мы будем через ковы играть Если оппонент блефует Пусть Ну, я дам ему еще возможность блефануть Ну, и на борде с королем Я просто сдамся С королем или стузом Тут очень много Тузкороль Соснадцатком тузкороля И руки типа туздва Туздва, тузд три, тузд четыре Какие-то мастевые Тем более, которые сейчас имеют флэш Бораза мы прочекали И что там, дамы? Дамы или тузы? Так Давайте думать Стал бы он чекать королей? Нет, тузы Тузы с тузом пики мог бы чекнуть Поставлю, наверное Блокбет поставить В треть пота Или Давайте по рандомайзеру тоже Так, по очкобетни Там, скорее всего, тоже дамы просто Ну нет Вообще не понял На самом деле я у линию Он Серьезно непонятно Во-первых, ситуация довольно нитая Сб3 бетит мп Чек, чек, флоп Ну, здесь мог бы чекать флэш дро Но Натерли, но он его уже ставит Ну, по крайней мере, он не фолдит его Ладно Здесь ставлю бет Вообще На туздамы Можно было бы отчекнуть Но Какая-то часть, я думаю, должна уходить в беты И я сейчас смотрю, что Это у меня довольно часто будут здесь Чеки Вот как раз такие, чтобы не получать чек-рейзы Ну Я просто выкину На самом деле кофе, потому что он так играет У меня здесь будет куча оверпар Вот у него-то там ни хрена нету То есть Руки, которые Какие у него там могут быть руки? Ну, валеты дамы, если он колет на 3б И он их чек-рейзит Окей У меня есть Тузы королей Флэш дро Окей У меня есть те же валеты дамы Да, когда у него дамы Я дам ему стек с валетами Ну, вот и все Туз-10 Туз-10 Опять же, небольшая ставка Он обчекает Пытаюсь подумать С чем бы я здесь продолжал бетить Да, руки, типа Дофига блефов Дофига блефов Уходило бы в терн По терну Да, надо бетить Очень много рук, которые я бы блефовал По терну Не то, чтобы для баланса я здесь чекаю Просто если у оппонента здесь есть Туз Он отдастся Ну, тузов там, ладно, мало Там есть руки, типа, дама, король Которые будут Возможно, будут чекать флоп Ой, чекать терну И потом фолдить ривер Ну, как-то так Либо чек-чек-ривер Ну, дама королин Здесь спокойно чек-чек-ривер сыграет Потому что пара он не выбит Королин Ну, это наша текстура И я буду делать, брать, небольшого размера На самом деле Вот за эти последние, там, пять минут Ну, столько непонятных раздач Не в том плане, то, что Я неправильно сыграл Я считаю, что я везде правильно сыграл От оппонентов То есть вот этот чек Текстуру короля икс-икс Он реально бы бетил Он выдавливал бы у меня там дамы Так, так, так Тут 10 Да, будем бетить Это еще, скорее всего, два слабых игрока Поэтому я бы, ну, большим сайзом сразу Не особо парюсь О каком-то балансе Don't bet Валет-дамы могут быть В принципе, и королик с руки там могут быть Флэш-дро, да, может быть Ну, в целом, линия вообще непонятная какая Сразу помечу игрока слабым У него статус что-то типа 25 на 14 Позже по такой линии Буду просто выливать Свой Тест-10 Да Вот что, опять, и было Балет Балет-девять, я не 3б, чуб и п Семь-девять, я не 3б, чуб и п Ну, и если бы даже Я 3б, то То Туз-король Давайте думать Туз-король, да, что у нас Туз-король, что у нас Это Так, с червовым тузом Три кобышки с червовым тузом 6 комп туза короля Блин, если я сейчас правильно считаю Ну вот, в принципе, вот и все блефы Которые у меня здесь могут быть 6 комп Ну Ладно, окей Туз-валет Разномастный Я, опять же, практически не 3б Туз-качу их Против УТГ Так, только кто слишком много открывает Я вообще думал, стоит ли мне ставить 8-9 червовые Я сыграл там, ну, по-моему, я сыграл по рандомайзеру здесь И Я бубетнул Беттл определенную часть рук совсем небольшую часть 8 9 так валет совсем небольшую часть 8 9 и губы дел довольно спорная ситуация надо бы отметить и позже разобрать у флоп зири и подобное здесь отколю чек-чек-флоп чек-чек терну и чек-ривер тут я не вижу чего могу добрать слишком тоненько будет хотя короля оппонент думаю сам бы ставил по риверу там тоже был же сам стал после парею поэтому в принципе то прошлом да нет все равно у меня здесь ну будет недостаточно блефов опять же если мы говорим о туз король разномастных если мы говорим о туз король разномастных а они не все у меня будут в конбете флоп потом в чеке терна ну вот в таком пуше по риверу то есть если туз король червовый я поставил по флопу терном восьмерка но какие руки у него здесь улучшились по восьмерке но никакие то есть редко кто из регов калирует без поз еще гапперы во первых их нет не все открывается этой позиции точнее мало кто открывает во вторых сбил смысле ну да ладно вот если бы выходила девятка я бы точно чеков потому что по этой карте она закрыла все король балет 7 8 10 9 вот эти руки она закрыла и здесь было бы у меня много чеков уже по терну пушил то я здесь ривер почему еще но то есть понятное дело то что там оппонент мог сам себя передумать залавали в принципе на это акценты был что десятку я в принципе не ставлю флопом да потом терн чек-чек и риверу выходит десятка я здесь изображая либо флэш либо десятку ну просто может быть оппонент так думает что типа флэш флэш дров всегда продолжает быть по терну ну и вообще текстура то такая что флэк ведь и здесь нету поэтому частью таких рук я буду отчеки потому что вот в этих позициях нет полды то есть надо на этой текстуре оппонент ничего не сходе поэтому я сделал большой бы ты если я буду делать бы это то я буду делать их большими единственное что мы здесь убиваем это какие-то семерки-восьмерки и то возможно кто-то отколит их по чару с червовой картой даму восемь даму восемь слишком часто оппонент ставится беты на держи слишком часто ставит флоп восемьдесят один процент комбет в позиции крести чек бэт небольшой да наверное треть фото я здесь поставлю бэт небольшой-большой на самом деле я думаю что если бы у него был флэш здесь он бы разил больше сто процентов ну типа зачем мне давать шансы сытом но пушнуть да я пушну просто потому что я считаю что здесь флэш разил бы больше и я не хочу сейчас чтобы он поразил какие-то свои туздама с тузовом кресте ну ладно возможно туздама с тузовом кресте он здесь отколит но это не факт в принципе игрок-то вполне адекватный логике логика не совсем ясна то есть зачем рейзить так мало тер чтобы давать моим там каким-то полу блефом окупиться или когда у меня сет я сыграю холл по спаренной доске возможно хотел блефануть потом ну да ладно не моя забота как он там играть здесь холл конечно да да еще один момент я бывает когда там сам плохо играю или плохо задают я спускаюсь на двадцать пятку играю и там постоянно вижу от игроков просто огромные ставки огромные ставки ладно большие ставки там по 70 процентов вот как в этом блин уже все прошло как в этой ситуации то есть слабых игроков бетят там три четверти хотят сразу собирать типа с туз икса если у меня у него типа есть туз пусть он платит но на самом деле если у него есть туз вы у него всегда стек заберете а вот поставить здесь треть пота и некоторые слабые игроки тащат такие руки которые ну даже тяжело представить вот вчера я играл приблизительно такой же борт тоже в 3-бет поте оппонент отколил руку типа 3-4 ну допустим бубовые здесь то есть без оверкард просто два бэкдора и причем мы сыграли чек без позиции здесь тонкой позиции был мы сыграли чек-чек флоп он сыграл чек-кофф лоп чек-чек терн чек-чек ривер вот все даже не думал брифовать здесь просто сыграл потому что бакдора и получается так что типа по флопу да мы собираем с туза конкретно здесь меньше денег по флопу но со всего диапазона мы собираем ну довольно довольно много вот и потом потерну в общем бы этим как и говорил инвокер то же самое что в этим по флопу чтобы собрать максимально своего диапазона потом потерну уже в этим большую ставку уже чисто собирается иксов и забрать здесь 60 ббст не составит я думаю труда ну король валер чекаем без вариантов бум фулл хаус можем ли мы выкидывать фулл хаус против слабого игрока ладно слабый игрок тут вот еще оппонент есть такой себе фу хаос колд колд 32 процента колледно нет ни какой нибудь Ну да, там Туз. Ну блин, у него агрессия 42%. Опять же, что он здесь мог пробетить, но слабый игрок мог все что угодно пробетить. Стал бы здесь короля влюбить? Нет, думаю, нет. Пару восьмерок. Семь-восемь какие-то мог быть. Ну да, может, возможно. Колп-колп слишком большой, агрессия большая. Беты большие. Тоже надо разобрать, будет это уже. Ну опять как разбирать, будет ли он таять здесь семь-восемь какие-то по флопу. Ну и опять же, не всегда я буду здесь колить. Но на такую ставку в большинстве своем, да, когда-то я уговорю себя, что надо фолдить. Или коллировать. Так, ладно, прошло уже 40 минут. Давайте запругляться. В принципе, по-моему, видео получилось вполне неплохим. Я не буду тянуть здесь USB-шку, просто выкину. Передохну немного. Первая сессия моя, может быть, еще мозги долго включаются. Было несколько интересных ситуаций. И, по-моему, в мысли свои я там выразил. А, как сказать. Те мысли, которые у меня были в голове, я их, по-моему, полностью выразил по этой раздаче. 5-8. Так, давайте ставить ДББ. 5-8 бэдж, лезть здесь 5-8. Сейчас в чек будет уходить. Тоже по андомайзерам. Да, чек. Тоже по андомайзерам. Так, ладно, ребята. Спасибо за просмотры моих видео. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok